Привет, Артем! Привет! Давай начнем, наверное, сразу с таких основных вопросов, которые уже неоднократно поднимались в твоем видеоблоге. Это вопрос о отсутствии горячей воды в Асташово и в районе фабрики. Что ты можешь сказать? Может, есть какие-то результаты уже по этим вопросам? Про Асташово я впервые сейчас слышу по фабрике. Результаты есть, про будемо известно. Результат – это получение ответа из Управской городской прокуратуры, из которого следует, что после проведенной проверки по нашему обращению внесены представления с требованием возобновить горячее водоснабжение главе города Шарово, главе района Гаврилово и руководителю ресурсно-набжающей организации Шаргаевой. Если в течение двух недель эти требования будут исполнены, тогда будем уже инициировать обращение в суд. Я слышал, что скоро будет митинг. Что ты можешь на это что сказать? Да, есть такая задумка. Если наберется достаточное количество неравнодушных граждан по этой тематике, которые будут готовы выйти на городскую площадь, то, я думаю, мы действительно митинг организуем, потому что резолюции митинга имеют более действенное влияние на тех неравнодушных чиновников, которые не соблюдают законодательство о предоставлении жилищно-коммунальных услуг. Также могу порекомендовать людям, которые нагревают воду с помощью электричества, бойеры, водонагревателей, за тот период, когда горячей воды не было, по истечении положенных по закону двух недель, добиваться перерасчета и компенсации затрат на электричество. Если нужна в этом помощь, то всегда таковые люди могут обратиться в наши приемы, которые располагаются все там же, в улице революционный дом 3, кабинет 508 на пятом этаже. Второй очень жаркий вопрос – это вопрос закрытия детских садов на лето. Мы в прошлом блоге понимали эту тему, и вот этот суд подтвердился в блоге под твоим вторым видеоблогом. Юрий Изболяев выложил документы. Что ты скажешь? Я посмотрел документ. Действительно, есть соответствующее постановление главы района. Считаю, что оно незаконное. В очередной раз показывает, насколько пришельцу Гаврилову наплевать на жителей Луканского района, несмотря на то, что он везде пиарится, ходит на всякие встречи с населением, причем на любые. Мне кажется, даже завершение ремонта городского туалета должен быть присутствовать Гаврилов. И одновременно с этим он нарушает права граждан, тем более граждан маленьких детей. Пойдем моператоренным путем, обратимся в прокуратуру. Прокуратура, как и 2-3 года назад, я надеюсь, отреагирует таким же образом и заставит возобновить работу детских садов. Недавно ты ездил на встречу с председателем ЦИК Элой Памфиловой. Что ты можешь сказать? Какие договоренности были достигнуты? Я, пользуясь случаем, хочу выразить большую благодарность Эле Александровне, которая, в отличие от предыдущего представителя Центральной избранной комиссии, действительно показывает всеми своими действиями, что она нацелена на проведение честных, прозрачных, открытых выборов. А выборы, как вы, наверное, знаете, будут в день голосования 18 сентября. Мы будем выбирать депутатов Государственной думы, депутатов Московской областной думы, а жители Ярополецкого поселения еще будут выбирать главу поселения. Получился, я считаю, очень неплохой диалог. Я убедился в том, что Элла Александровна действительно сама читает все обращения, которые к ней направляются, от моего имени в частности. Она попросила продолжать сообщать обо всех безобразиях по выборной чебанчике, которые происходят в Московской области. Лично возглавит она работу рабочей группы, посвященной именно выборам в Московской области. Мы находимся с ней в постоянном контакте. Поэтому есть надежда на то, что выборы пройдут, так скажем, более честно, нежели это было в предыдущие годы. В связи с этим хочу предупредить от своего имени и пользующихся Третья Томана Александровна, председателя участковых избирательной комиссии, территориальной избирательной комиссии, что, дорогие мои, если вы будете пытаться вместо закона выполнять незаконные распоряжения ТИК, либо сотрудников районной администрации, либо администрации поселений, то, я уверяю вас, вас ждет уголовная ответственность. И наоборот, если на вас будут давить, смело сообщайте об этом. Можете приватно. И Центральная избирательная комиссия ваши права защитит. Никто вас не уволит с работы, никто с вами ничего дурного не сделает. А вот тех, кто будет на вас давить, вот с них все будет плохо. В рамках закона будет плохо очень-очень скоро. Понятно. А вот тут некоторые комментаторы говорят, что в твоей борьбе нет смысла. Одни уходят, а другие приходят. Что ты можешь ответить этим людям, если в твоей борьбе смысл? Я считаю, что самый большой смысл в моей борьбе – это показать своим личным примером о том, что свои права можно защищать, можно заставлять чиновников выполнять обязанности, которые на них возложены законом, можно заставить их отвечать перед своими работодателями, а именно своими избирателями. Да, действительно оказалось, что глава района Гаврила, в частности, хуже, чем Карабанов, который был до него. Но у нас и в стране, в общем, идет отрицательная селекция во власти, как, наверное, вы все могли заметить. Не индексируются пенсии, одновременно с этим повышаются торительные жилищно-коммунальные услуги. Это общая болезнь страны. Но хочу сказать, что если ничего не делать вообще, то надежда на то, что что-либо когда-то изменится к лучшему, я считаю, что такой надежды просто тогда не будет. Каждый следующий, кто придет на место главы района, посмотрев на примеры Карабанова, Гаврилова и прочих, он, я думаю, будет понимать, что у него не получится себя вести так, как вели его предшественники в избежание наступления таких же последствий. Поэтому я считаю, что борьба не бессмысленна. Ну и помимо вообще объемничества, такая борьба с коррупцией, есть и некоторые локальные успехи, которые видны. Это по заявлениям жителей на ремонт дорог. Сейчас мы направили очень большое обращение в Государственных технадзор по поводу борщевика, которому зала свеча Локоланск. И я думаю, что скоро мы увидим результаты этого обращения. То же самое касается песочниц, детских площадок, фонарей освещения возле домов, на дорогах. И то же самое касается, например, городского парка, который тоже мы держим под контролем. И я думаю, что скоро работы по парку возобновятся. Ну и последний вопрос. В прошлых блогах ты говорил, что с тобой можно договориться. Ну и вот разберем на примере, при каких обстоятельствах Шаров мог бы с тобой договориться? Я тогда хотел бы уточнить. Договориться о чем? Договориться о том, чтобы прекратить его преследование, в частности, некоторые расследования антикоррупционные в отношении него. Да, конечно, Василий Николаевич Шаров может договориться. Ему всего лишь нужно написать заявление об отставке, о досрочном прекращении полномочий. Чем быстрее он это сделает, тем меньше последствий для него будет. Меньше последствий для него будет только в связи с тем, что тогда уже некому будет отправить его в отставку, потому что он сам будет в отставку. А по поводу того, что земельный участок, все-таки у него суд, я думаю, поисковую прокуратуру, изымит. Потому что он получил его незаконно, он не имел право там строить долг в том числе. И в принципе, у любого коррупционера, если он не совершил какого-то уголовного деяния, связанного с насилием над личностью, например, или что-то в этом роде, он всегда может написать заявление об отставке, стать простым гражданином, и тем самым исчезнуть из, так сказать, фокуса наших расследований. Потому что простыми гражданами мы не занимаемся, им и так нелегко живется. А вот чиновники, они всегда будут под нашим ярким прожектором внимания. Понятно. Спасибо большое тебе за ответы. До встречи в следующих выпусках. Всего хорошего. Продолжение следует...